Раньше узнавать о предпочтениях покупателей производителям приходилось из анкет и телефонных опросов. Теперь, благодаря технологиям нейромаркетинга, появилась возможность заглянуть прямо в мозг человеку и понять его отношения, даже если респондент сам не может его внятно сформулировать. Мы на самом деле хотим зарегистрировать ваши реакции на контент, на упаковку, на рекламу, на сайт. А маркетинговые показатели – это внимание, интерес, потенциал запоминания и эмоциональная вовлеченность. Вот из этого комплекса нейромаркетинговых показателей можно сделать вывод, насколько этот продукт, контент, сайт соответствует запросу потребителя. Решение будет принимать все равно в конечном счете человек. Но как сделать такой контент, чтобы он заинтересовал вот в том информационном мире, в котором мы сейчас живем, где огромные потоки информации на нас просто со всех сторон льются? Великий ученый Тинберген изучал поведение птенцов серебристой чайки. Прилетает чайка, птенец открывает рот. Почему он открывает рот при виде чайки? Показываем мертвую чайку – открывает рот. Показываем клюв чайки – открывает рот. Методом разных экспериментов пришли к тому, что красное пятнышко на продолговатом предмете – это и есть стимул. Если взять чайку и закрасить ей, живая вполне чайка, но закрасить ей клюв, и он перестанет быть красным, птенцы рот не открывают. Если оставить только красное пятно на продолговатом предмете, на карандаше, рот открывают. В ходе экспериментов выяснилось, что если на клюве три красные полоски, то птенцы открывали рот уж очень сильно. И вот эту вещь назвали сверхстимулом. Сверхстимулы находят очень многих животных по самым разным поводам. Мы существа сложные, все зависит от культуры, образования, воспитания. Но глобально, да, мужчины обращают внимание, например, на женскую грудь – это стимул. Но реклама, она вся такая сверхстимульная. Можно сказать, что реклама идеальна. Между 70 и 30 тысячами лет назад появилось искусство. Это искусство изготовления сверхстимулов. Можно нарисовать еду. Вот еды в реальности нет, а мы ее нарисовали. Можно нарисовать охоту. Можно нарисовать что-то очень страшное. Маску сделать страшную и бояться ее. Это тоже сверхстимул. Можно нарисовать женщину. Можно нарисовать или сделать скульптуру сверхженщины. Полиолитические Венеры с огромными совершенно формами. Люди сами стали делать сверхстимулы, и вот это все искусство во многом построено на такой сверхстимульной активации. Мы сами делаем стимул и сами получаем от него определенные эмоции. Смотрите, Александр, смысл эксперимента заключается в том, что вам будут показаны картинки, вы увидите фотографии моделей на пляже, ваша задача будет описать фотомодель, там нравится, не нравится, какого цвета у нее купальник, ну и просто там, раз мы смотреть картинку. Как только закончили описание, нажимайте пробел, хорошо? Давайте. Так, ну, вижу девушку-баронетка с большой грудью, находится на песке, а справа от нее еще змея. Тут есть модель, у нее сережки, оранжевая майка, черные волосы, море, завален горизонт. Смея. Снова купальник, только он синий, у нее зеленые тени, море, скала, каракатица, вот там, в углу. Так, девушка, блондинка, значит, находится на каком-то утесе. Ну, вот справа еще какой-то паук или тарантул. Такое впечатление, что на искусственном там как-то изображение добавили. Так, сейчас мы посмотрим, что там насмотрели у нас. Вот нам присылается сообщение, что появилась картинка. Сразу на лицо человек смотрит, да. Айтрекер, он показывает положение, грубо говоря, центра зрачка максимально правдоподобно. Да, я там периферически тоже захватывал. Да, это не значит, что периферически человек не заметил. Но мы можем проследить просто, что происходило дальше. То есть, первые две фиксации у нас лицо. И потом через две секунды на змею посмотрел. Змею, затем на вот этот черный камень, потом снова на лицо. И только на пятые, пять с половиной секунд спустя на грудь. Змея выиграла. Да, змея выиграла, получается. Так, вот опять же центральная фиксация. У нас появляется картинка. И первая фиксация тоже на лицо. Ну вот здесь через две с половиной секунды прямо фиксация на груди была. Катя у нас в основном смотрела только на лицо, на волосы, на грудь, на каракатицу. Александра привлекала больше модель. А Катя раньше заметила паука, потому что модель для нее не так привлекательна, как для Александра. Айтрекинг, кроме того, что он помогает нам понимать, как работает наш мозг, как наш мозг воспринимает мир, он еще и в таких вот прикладных вещах помогает нам понять, как правильно разместить текст на странице. Исследование удобства каких-то, допустим, приборов, гаджетов, веб-сайтов. То есть, когда вы заходите, допустим, в приложение «Банк онлайн» на телефоне, это приложение протестировано с помощью айтрекера. То есть оно сделано максимально комфортно так, чтобы вы тратили меньше действий, меньше сил на то или иное действие. Когда нейромаркетинг говорит о том, что вот всех нас сейчас дружными рядами заставят что-либо покупать, это не так. Это невозможно сделать. Все-таки решение принимает сам человек. Все-таки нейромаркетинг работает в первую очередь с восприятием, а не с воздействием. Эти приборы никак на вас не воздействуют. А эти приборы регистрируют ваши реакции на то или другое, а дальше на основании этих реакций строятся прогнозы по тому, будет это интересно или не будет. Нормально? Работает мозг, да? Да. Мозг работает. Как нужно причем. Тут все то, что я чувствую, сразу пишется. С ума сойти. Мы сегодня на показе нашего фильма будем во время показа писать энцефалограмму. Какие мы из этого сделаем выводы, я пока не знаю. Спросим об этом у людей, которые в этом разбираются. Людей интересует вопрос управления своим мозгом, своим здоровьем и вообще своей жизнью. Человек — это не мозг? С точки зрения нейрофизиологии, воли человека, то, что условно называют душа, это просто функции мозга. Конечно, мы никогда не увидим на электроэнцефалограмме, это даже звучит так немножко сухо, когда мы говорим о таких чувствах, как любовь, но чувство заинтересованности или чувство, когда собеседник смотрит сквозь тебя и не воспринимает, уже даже сегодня мы ловить можем. Остановился бы на том, как женский мозг воспринимает голоса, информацию, которую он получал. А к женским голосам Екатерина относилась немного настороженно, потому что повышалась дельта, это патологическая активность, и тета. Тета-активность — это не только творческий подход, это приступы неконтролируемой агрессии, те, которые мы в себе подавляем. Я сейчас не вспомню, кто, но кто-то из девушек говорил голосом, который я для себя отметила, что, боже мой, пусть она перестанет говорить. То есть мне не нравилось это. Интересную реакцию вызвал Даниил, это аспирант Александра Яковлевича Каплана. Он единственный из всех мужчин, на которого была реакция, вызывал значимое увеличение бета-активности. Как раз той, когда человек концентрируется на восприятии информации. Было очень смешно, когда специалист сейчас анализировал и сказал, что на вот этих словах Катерина очень внимательно слушала, наверняка она запомнит, а я все думала, о чем же он говорил, что же я навсегда запомнила. Именно для этого в нейромаркетинге это используется, а мы поймали, что именно он вызвал четкую реакцию на восприятие информации, он запомнится. В сегодняшнем фильме абсолютно четкий, схожий паттерн мы поймали тогда, когда мы выслушивали экспертное мнение профессора Алахвердова. Он оказывал такое влияние, что они отвечали на это альфа-активностью, активизацией затылочных долей. Возможно, у него тембр голоса соответствующий, который как-то успокаивает человека. У нас нет инструмента, нет логики, которая могла бы нам объяснить, как сознание может сличить свои представления с реальностью. Ну, предположим, мы вот с вами пришли на исследование, и у нас с вами абсолютно одинаковый социодемографический профиль, у нас очень похожие ситуации, там, семейные, образование. При этом я сегодня не выспалась и с утра выпила много кофе, а вы выспались и вообще видишь, что мы уезжаете в отпуск. И, естественно, наши физиологические реакции с вами будут разные. Так же, как в любых анализах. У вас есть коридор, коридор нормы. И в этом коридоре нормы, там, сегодня, так как я не выспалась, мои реакции будут иметь вот такой разброс, и будут находиться наверху. А ваши реакции будут спокойны, там, где-то здесь. Они даже не пересекаются. Поэтому, если мы это усредним, это будет средняя температура по больнице. А нам надо ведь понять все-таки, как влияет контент или там продукт, или как мы по этому сайту совершаем какие-то действия. Поэтому мы это назвали вертикально-горизонтальной обработкой. Мы на самом деле, вы вот пришли в этом состоянии, у вас вот такой разброс реакции. У меня вот здесь и вот такое. Все в рамках нормы. Мы нормируем индивидуально каждого респондента, а затем уже сравниваем нормированные данные. И на самом деле, нас интересует не конкретное значение, мы не диагностикой занимаемся, а нас интересует, как произошло изменение. И если вот в вашем коридоре и в моем коридоре изменение произошло, условно, на 40%, значит, мы одинаково проеагировали, несмотря ни на что. А если у меня произошло на 20%, а у вас на 80%, значит, нам надо искать основания. А почему возникло два кластера? Что такого общего в одном кластере этих людей и в другом, что они на один и тот же контент отреагировали совершенно по-разному? И как сделать так, чтобы он там им был понятен и тем и другим? Смотрите, в этом эксперименте вам сейчас будет показана фотография мужчины, где-то в баре где-нибудь или на вечеринке у друзей. Ваше первое впечатление о нем какое было бы? Ну, мне бы показалось, что он добрый, но я бы все равно не очень доверчиво к нему отнеслась. Практически сразу, через секунду вы посмотрели на пиво, через полторы секунды вы посмотрели на лицо. То есть, сначала на пиво, потом на лицо. То есть, создали как бы общее впечатление, то есть, характер человека. Пиво, мясо в руках, лицо. То есть, по треугольнику, по такому. И потом, после пиво, мясо, лицо, вы посмотрели на нож. Ну, все равно основной фокус на лицо идет. Но это, в принципе, эволюционно, оно так и должно происходить. На самом деле, то, что мы увидим, на чем остановится наш взгляд, очень сильно зависит от той задачи, которую мы будем решать. Один из, наверное, самых знаменитых российских исследователей середины XX века Альфред Лукьянович Ярбус. Вы, возможно, его не знаете, но хорошо знаете. «Ёжика в тумане», который нарисовала его дочка Франческа Ярбусова, художник-мультипликатор. Он проводил исследование того, как человек рассматривает картину Репина «Не ждали». Именно поэтому западные психологи, приезжая в Москву, первым делом скачут в Церковскую галерею, искать там картину «Не ждали», чтобы увидеть ее живьем. Что обнаружил Ярбус? Значит, здесь он показывал испытуемым одинаковую картину, но разным испытуемым он давал разные указания. Кому-то он говорил «Просто рассматривайте картинку», кому-то он говорил «Определите социальный статус семьи», то есть насколько люди обеспечены или не обеспечены. И в зависимости от того, какие инструкции он им давал, у них полностью менялось поведение, глаза двигательные. И на самом деле мы можем попытаться решить и обратную задачу, анализируя движение глаз человека при разглядывании той иной картинки, понять, какую задачу он решал, понять, что он вообще увидел. Окружающая реальность, она неоднородна для нас в восприятии. Мы выискиваем какие-то вещи, которые нам знакомы и интересны. То есть, например, мы везде ищем лица. Мы распознаем опасные объекты, например, пауков. У всех приматов арахнофобия есть в той или иной форме, и человек тут не исключение. Хотя говорят, что арахнофобия есть не у всех людей, но повышенное внимание к паукам есть, мне кажется, у всех. Исследование компании Миротех, достаточно старое, уже в 2007 году было сделано. Задача была абсолютно простая. Люди приходили на эксперименты, им просто показывалась картина модели, и они записывались айтрекером, просто изучали картинку. К каким заключением они пришли? Когда мужчинам показывали фотографию фотомодели, большинство мужчин большую часть времени, очень много времени, на 40% времени больше проводили в области груди у женщин. А когда женщинам показывали эту фотомодель, они очень часто смотрели на безымянный палец на руке женщины. То есть, если у девушки есть золотое кольцо на пальце, она представляет меньшую угрозу, чем если золотое кольцо на пальце у нее нет. Здесь же показывали фотографии бейсболистов. В паховой области мужчин и женщины практически вообще никогда не смотрели. То есть, ни одной фиксации в этой области. При том, что мужчины большое количество фиксации направляли в эту область. Мужчины постоянно друг с другом соревнуются. И один из таких достаточно древних способов соревнований – это понять, кто, скажем так, более маскулинный, кто менее маскулинный. На самом деле, если в кадре находятся и мужчина, и женщина, то мужчины уделяют больше ресурсов внимания мужчинам, а женщины уделяют больше ресурсов внимания женщинам. И это, на самом деле, имеет свою биологическую основу, потому что, если я вижу мужчину и женщину, я мужчина, то первое – я сканирую женщину. Она интересна, она красива, она вызывает у меня интерес. После этого все – внимание сопернику. Сегодня наша нейролаборатория состоит из полностью нами сделанного оборудования. Это и айтрекер, и электроэнцефалограф, и то, что называется полиграфом. Это биобраслет, с помощью которого снимается и изменение кожной проводимости, и синтезированное дыхание, частота сердечных сокращений. То есть мы все это можем. И пульсовая волна. Либо, если мы не хотим надевать нашему респонденту на руку браслет, хотя он очень маленький и компактный, то это может быть хотя бы фотоплетизмограф на ухо. Такая клипса на ухо, которая позволяет мерить просвет сосудов и говорить об эмоциональной вовлеченности. Дальше, конечно же, мы все равно снимаем личики, потому что мы говорим руками и лицом. И очень ждем в ближайшее время уже очень интересного продукта, который будет выведен на рынок, который делается одними нашими партнерами по распознаванию эмоций. Один из самых интересных и привлекательных роликов был ролик про скорую помощь. Наш город. Ничего не меняется. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Очнитесь. Очнитесь. Во-первых, если вы обратили внимание, в этом ролике, что бывает не очень часто, основные герои и персонажи – это мужчины, только доктор женщины. А на самом деле это серьезно тоже влияет на привлечение внимания. Вообще ролик показал по нейропоказателям совершенно фантастические значения по эмоциональной вовлеченности. Это наш город. И скоро едет к кому-то из нас. Уступим ей дорогу. Сплоченность продлевает жизнь. Действительно, очень сильно эмоционально вовлекает просмотр. Причем не только женщин, которые, естественно, на эту тему отреагировали. И у них и пики внимания, и их знак эмоций. То есть их реально пугает звук скорой помощи. Потом там, понятно, лежит мужчина. И мы это видим прямо на графиках. Но этот ролик еще вызвал очень высокие показатели у мужчин. Вообще могу сказать, что вот такие показатели, особенно на социальной рекламе, мы очень редко можем видеть. Но, во-первых, социальная реклама обычно... Необычно, достаточно часто строится на негативе. Испугать и призвать к действию. А здесь она как раз строится на позитиве. На сплоченности. Как только интернет вошел в нашу жизнь, и как только мы вступили в пору цифровой экономики, цифровой цивилизации, ну, большой брат может за нами следить. И на самом деле это право каждого человека, в общем-то, пользоваться интернетом или нет. Информирован, значит, защищен. И знания даже для широкой публики о нейромаркетинге позволят как раз им избегать каких-то незаконных воздействий и влияния. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok